Про этот же штуку я тебе рассказывал, про 115-й. Еще один, короче, возле Харькова 206-й, наш какой-то ЛНР-овский. И, короче, они там что-то тоже попали в какой-то замес, откуда-то уходили. Очень быстро-быстро. И нечаянно в Белгородскую область забрели. Ну, это в России, да. Командование сватило-бросило их, вот. И поэтому командование уже, знаешь, где-то дома в Ровеньках. Вот. А они там, мужики, их пограничники задержали. И, ну, и держат там, короче, не поймут, кто они и что с ними делать. Говорят, кто вы такие, ну, короче, нигде вы там не числитесь, нигде ничего. Короче, там сейчас разбираются с этим полком. Что, короче, понимаешь? Какая-то куча мужиков с оружием, понимаешь, перешли границу незаконно. Ну, в общем, такое. Ясно. Ну, ну, хоть не этот. Не в замер попали, то уже разберутся. Я думаю. Ну, а вот там вот, среди баб вот этих все группах все больше разговоров о том, что будут наших мужиков склонять подписывать контракты, понимаешь? Ну, да, логично. Так вот в том-то и дело. Ну, чем-то еще до сих пор история не закончилась, которые 115-й полк до сих пор держат, я же говорю, морят голодом и угрожают расстрелом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok